Как на моей дальнейшей карьере отразятся судебные споры с предыдущим работодателем? Зачастую бывает, что это, конечно же, усложняет дальнейшую жизнь, дальнейшее трудоустройство, особенно если вы работали в крупной компании и планируете идти в крупную компанию, где есть служба безопасности, которая проверяет этот момент, у нее все четко. Есть там судебный спор, не берем. Нет такого, что они начинают расследование проводить и разбираться, где там прав кандидат, где прав работодатель. Это очень много ресурсов. Они просто всех отсекают, у всех, у кого есть это, ну-ну-ну, нафиг, давайте в стороночку от такого кандидата, и просто будут отказывать. Да, может быть, что это повлияет на уменьшение количества приглашений на работу. Если это узкий рынок и нет службы безопасности, ну, рынок узкий, то эта информация распространится, и она тоже может повлиять на то, что вас не будут приглашать. Ну, например, рынок фармы, автомобильный рынок и автомобильных производителей. И здесь, конечно же, это тоже может сыграть во вред, даже если вы выиграли, даже если вам там компенсацию сделали в 12 окладов, да, вы уйдете с этой компенсации, но потом может быть такое, что вы и год не можете найти работу, и два. Поэтому это не всегда правильная история, включаться в войну, даже если вы правы. Нужно оценивать последствия. Да, справедливости вы добьетесь, и дальше что? Еще чего добьетесь и что потеряете? Это нужно учитывать. Иногда это никак не отразится, если работаете какой-то очень маленький, и вы идете в не очень крупную компанию, или профессию у вас такая, допустим, персональный ассистент, много где нужен, в общем, в широкое поле, и никак не пробьют, не проверят, и вообще никто не узнает никогда. То есть может быть такое, что и это останется вообще за кадром для практически всех работодателей, которым вы придете на собеседование. Продолжение следует...